привет всем дорогие зрители любители киберспорта сегодня в эфире у нас в лице и будем для вас не показывать это полуфиналы впереди интересная бой хрвм третья лига и комментировать будет черт критик вместе с анчезом ну и санчез вам еще и отличную картинку покажет привет да привет антон между прочим карта парма действительно очень интересная карта учитывая то что это формат хэро варе то здесь я думаю игроки действительно покажут скилл покажут как можно фокусить допустим игрока на двойном дропе потому что карта абсолютно полностью простреливается именно то как игроки отдают информацию в конференции или просто как они стреляют будет особенно заметно именно здесь так что я думаю бой должен предстоять очень интересный парни готовы это леванты против глобалсов они играют тут уже не первый раз поэтому форму свою знают я надеюсь что тренировать постоянно и собственно игроков мы сейчас совсем скоро признаем интерес в том да как мы будем смотреть на может не добить такие танки потому что все таки режим хоровера предполагает все таки игру без устройства и стабильного урона можем по вас пиком и халькам не получать новую собственно все играете хоровера скорее всего кто нас смотрит и этот этот минус можете знать и всего тут санчез ты когда играешь хоровера тебя бывает напрягает что с двух рельс кто-то не вылетает да бывает я остаюсь на двери собираются конечно есть у нас начало команду глобалсов команду глобалсов у нас представлять сегодня джер касабланка вашингтона и фристайл дима нейкович моц и персон ну а противоположную команду представляет дэлэйт феа рэв сильвер шарк 0808 2015 и джефорс что ж команды представлены я думаю уже можно начинать следить за этим матчем дима дима будет пытаться увозить вражеский флаг в принципе у него это очень неплохо получается еще он увозит флаг под персона который на двойном дропе это действительно уже может оказаться первая доставка конечно пока рано говорить но в любом случае у персона есть огромные шансы фокус конечно может пройти но все равно перс на двойном дроби по конечно и silver shark который будет также вывозить противоположный флаг решил он все-таки просто поехать на возврат и у него действительно это получилось сделать и нет очень просто за одну минуту столько всего произошло увоз и еще и возврат интересно это неплохо сыграно было от ребят из на элеваты кстати у нас есть двойные коробки на базе под харька будут скорее все отдавать или вас по не знаю вот кстати мост уже прострелил джефорса поэтому уйти не получится и собственно дима хорошо там стоит на центре сбежка своей вас поводской кстати белит этом тоже был слит единственно потому что он заходил соло но и фристайл там с персом будут выдвигаться по канавке скорее всего не тру должны забрать да да ну теперь конечно была у нас очень сильно активная первая минута сейчас все более-менее спокойно происходят синие очень сильно как-то зажимаются пока что на своем флагштоке они это понимают и потихоньку будут выдвигаться на вражескую базу долей должен я не знаю что он делает там никого нету за водокачкой он пытается кого-то уничтожить а вот уже фея начинает выдвигаться на вражескую базу в надежде занять водокачку и в принципе у них есть шанс отжать одну сторону как это к слову сделала противоположная команда и вот уже персом будет стоять на своей ддшки и настреливать по вражеской команде это здорово красный пока что переигрывает в данный момент в данной ситуации так ну смотри на самом деле вот я смотрю что глобал си намного лучше контролируют ддшки вот смотри почти все ддшки на карте в данный момент ушли именно их команде еще и вот фристайлы заходят на вражескую базу забирает снизу ддшку и я думаю пока что у них есть преимущество правда дилейт смотри выезжает на вражескую базу там лежит двойной дроп и неужели у него получится забрать туда что дима дима берет дима быстрее сработал правда уже получил куча рельс у нас такая непрерывная борьба на карте до сих пор никто не мог прорваться хотя вот у нас видим как заняла кассабланка да нет это не кассабланк это вашингтон у нас на водокачки смещает его туда силер шар кстати выживать вашингтон сливает у нас харька и до сих пор стоит там арабский уехал атаку неплохо арабского разобрали и вашингтон стоит у нас стоит к неистово стоит эти двойные коробки может разобрать если сервер не сойдет и по моему это будет забор риверс не прострелил товарища вашингтона и вашингтон погнал забирать дальше вашингтон нормально едет смотри никто просто не бьет его там до проблемы с фокусом сейчас усилий команды но действительно посмотри просто сейчас красные зашли и стоят на респах у своих оппонентов и у них все хорошо просто все замечательно главное теперь не потерять свою базу потому что они зажали своих противников и возможно эти синие игроки понемногу будут передвигаться на вражескую базу это уже оттуда отыгрывать и сейчас смотри есть шанс действительно у сильвер шарка вернуть этот флаг ну здесь уже ему никто не помешает даже удачный респ скорее всего не успеет просто уничтожить его к тому же есть geforce который также на подхвате и все есть возврат счет по-прежнему 0 0 интересно то будет заходить у нас кассабланка опять на водокачку и кстати здесь есть берите которую заметил большая атаку делают сейчас у нас или ваты и арабский и сильверу конечно можно было бы гагани выдвинуться к нему и вот уже слили приставил до приставил там позаботился обо всех били это тут с рипсом еще опять ответочку залетает на вашингтон слил и кстати вот вашингтон выжил в боях у двух рельс и ревсу неприятно кстати он все равно удалил не получив урона есть ревс который будет подхватывать вражеский флаг и абсолютно целым будет пытаться вывозить конечно капабланка пытался по нему попасть но ревс прекрасно ему сбивает рельсу и вот у вас произойдет правда есть персон который подбирает двойной дроп и сейчас на нем будет пытаться атаковать вражескую базу хорошая петривца рельса от ревса и против с противоположной стороны также происходит у вас я думаю персон все-таки сможет подобрать этот флаг и решает он просто поехать на вражескую базу хотя думаю есть смысл вернуться забрать эту аптечку и в итоге все равно подстраховать моца пока что все у него в порядке но фокус моментальный и вскоре он может погибнуть к тому же еще и до ашка садится поэтому проблемы некие он испытывает ой смотрим вас выдержал две рельсы и сейчас будет продолжать штурмовать вражескую базу а вот капабланка уже на уже даже на одну рельсу пытается ввести флаг по своим респам неужели это опять будет попытка доставки но я боюсь что снова какой-нибудь сильвершарк прокрадется на вражескую базу и сможет вернуть вот если контроль этот через пейфер сливает и остается только сильвершарк берите там кстати неплохо контроли дэшкой но и вот фристайл там я вообще даже не фристайл сливом стащит должна доставка тут конвейер большой ну да я с тобой абсолютно антон согласен доставка произойдет на этот раз уже никакой игрок синей команды не сможет ворваться и счета становится 1-0 в пользу команды глобалс поздравляем их но это еще не конец до конца битвы осталось 4 минуты как нам вначале продемонстрировала красная команда даже за одну минуту уже можно увести флаг конечно у них тогда не совсем получилось его поставить но в любом случае возможность такого ввоза они продемонстрировали поэтому будем надеяться что синие игроки не растеряются и сейчас могут показать максимально хорошее сопротивление до представила 5 на водокачке арабский его не заметил продолжает в другую сторону тут прострел на тройных может вообще вылететь не 3 все-таки сфи и улетел и да есть у нас опять слив и фристайл до сих пор живой тут стоит северам слили и у нас продолжение продолжение этой бурной деятельности ой кого-то слили до 2 коробки у нас есть надеюсь персон их не заберет и ребята его сольют но по моему не дает и он все равно бочком но забирает вот это конечно от ребят из леваты у них кстати помню замена происходит да ну вот зашел на тренинг вами и geforce можно принципе 1 расколбасить да дают прострел даже не получил урона и продолжение да конечно спал уже этот дроп эмоции но все равно на две рельсы он будет продолжать увоз на свою базу пока что все у этого парня хорошо к тому же еще красные игроки заняли обе водокачки поэтому очень трудно сейчас будет синей команде отстреливать их ну и пока что персон конечно везет сливает его аймортал но все равно конечно я думаю возврата не произойдет потому что вот хорошая рельса и мод снова будет подхватывать данный флаг и вновь продолжать увоз на уже свой флагшток и я думаю все-таки доставка здесь будет конечно фокус имеется но все равно этот напор из красных игроков которые движутся уже прямиком на флагшток я думаю будет сильнее чем фокус вот так вот и ну да если вопрос времени все довезет флажок сейчас эти даже даже ему вполне выдал рельсу фристайл там кстати сбоку контроль ты опять прострел получится нет того второго слили но у них они плохо контролируют респе вообще ребят конечно вначале не держались а дальше видишь как-то вообще посыпались возможно где-то это сбили траектории фристайл опять уходит с эти на фуллах даже персон там таить спокойника но я думаю что и смогут отвезти чуй на аптеку но это позор вообще нельзя нам текущего выпускать и mortal дает им рельсу или шаг сбоку ну какие-то странные рельсы выдаются и фристайл вообще на спокойным на подъем поднялся только сейчас geforce и дает и вашингтон должен ставить здесь езжу и посыпались вперед должны ехать не едем чего-то я не довезу но там как не довести кто даже не выдвигался чтобы вернуть флаг я да я с тобой абсолютно согласен здесь синяя команда полностью посыпалась конечно есть попытка обоза от сильвер шарка но он остается на одну рельсу здесь его просто какой-то персон добивается и ничего здесь не произойдет 40 секунд до конца 30 ну 10 в пользу глобуса в раунде вернее в матче пока что это так тут уже ничего не поменять синим игрокам нужно просто смириться с этим сосредоточиться на следующем раунде главное не поймать дизмораль потому что когда это происходит обычно на все очень плачевно заканчивается и все таки нужно понимать что это всего лишь один раунд впереди еще целая игра и еще все можно изменить главное просто не останавливаться а вот окачку кстати там они контрольные mortal против мотца тут его перевернут впереди синяя сторона для ребят из глобал сов пожелаем успеха за к синюю вот видим на синюю ребята если леванты чуть-чуть не получилось возможно сейчас просто кого-то поменяют например вот она заходил и mortal до глобал с никого пока не меняли тинейджер залетает сейчас вообще большое количество игроков выбер он был обеих командах есть поэтому обе команды смогут это продемонстрировать замену есть у нас эти варианты вас по вас по лихарек вот кстати тебя наши на чем обычно нравится больше игрок вообще я всегда играл на хорнете у меня прям очень много часов на нем наиграно но в последнее время я стал больше отыгрывать на вас ты как-то мне больше зашла эта игра и я думаю в данный момент я тебе отвечу вас а в дальнейшем может быть опять все перекрутиться и снова начну играть на хорнете но в данный момент именно такой вот более короткий корпус а ты антон на чем ты больше предпочитаешь играть просто обычно столько вас поводов любители в команде если я захожу куда-то поэтому не могут же все вас прибыть поэтому придется кому приходится всегда кому-то на хорнете букет человек всегда я потому что все любители мне проще вступить им пускай крифа на вас пи мне как бы без разницы но так я на вас при могу играть хорошо я так думаю что хорошо остальные скажут ли не политики и хорвера так ну ты антон как бы комментатор так же как я поэтому нам не обязательно уметь хорошо играть главное просто понимать как все устроено на карте и уже я думаю все на этом наши обязательства заканчиваются да я думаю да но вообще тактика она такая должен как-то понимать что они тут рельсы выворачивать свои крутки делают вот ну как ты знаешь получалось выдавать рельсы эти мажорики когда делают нас и не хочу никого обидеть которые вертушки делают на трансляцию нас были такие попадания что прямо вертушки делают крутит и попадают еще при этом хотя это опасный момент но видно тренировки большие как-то пытался и ничего что-то не почти не выходит один раз из трех если попадают хорошо вот есть начало второго раунда и арабский уже на кстати на базе у рабского пока что все в порядке конечно он понимает что здесь стоит вражеский игрок тинейджер ему нужно очень аккуратно отыгрывать и также появляется кредит поэтому решает он все-таки не спешите сейчас я вижу очень сильно сильное зажатие на базе красных игроков прям три игрока там стоят и один персон просто держит в напряжении их пытается он конечно зайти и сливается но в любом случае смотри есть тинейджер вместе с кредитом которые будут заходить на вражескую базу и возможно даже заберут вражеский дроп посмотри на это нет хороший фокус и в итоге дроп остается пока что на месте тинейджер конечно продолжает настреливать с этой водокачки но дроп все равно а вот фристайл есть который просто забирает дроп еще и мы ни одно рельсы до этого не выдали и пока что у него есть хорошие шансы возможно он даже сможет увести главное только добить ее решает он все-таки сделать приоритет на другого игрока я думаю даже правильно и в итоге уходит он еще и на аптечку правда хороший фокус но все равно остается на одну рельсу не успевают его добить аптечку он в итоге забираете у вас продолжается на его базу замечательно кредит и укра может забрать у нас да не забирает нет выбирает он двойные перс он будет на подстраховке он еще кстати жив и mortal все-таки успевает оттащить флажок спешите думаю здесь надо продолжено разобраться с рельсами не попал по сильвер шарку этот опять срывается на базу нужно его сливать иначе сервер шаксов вернет аху мы знаем этого парня рельсовода по моему да будет возврат и смог прострелить приставил даже не умудрился подняться и муртал поставишь нет смотри не поставим перс наверно поставить то что поставили до поставили 10 открыли у нас ребята из элева ты наконец-то счет из лир шар будет рваться уже на следующий флагшток эти не видео по моему планку да конечно капабланка в итоге его очень сильно побил очень жалко что он не смог поднять камеру и в итоге не заметил его и в итоге никого воза нету хотя если бы действительно поднял бы камеру посмотрел бы на этого игрока была бы попытка какой-нибудь рельсы на опережение и в итоге возможно даже вывез бы но в любом случае для них уже все хорошо потому что счет пока что 10 в прошлом раунде не проиграли и не вывезли ни одного флага а вот сейчас уже начали очень даже неплохо поэтому главное просто держаться и не сдавать своих позиций слова с противоположной стороны из да в про который пытался вывозить но быстро geforce его восстановил и в итоге возврат конечно же есть ну и снова все спокойно правда есть и красные игроки которые пытаются с одной стороны очень сильно заходить на вражескую базу и у них как по моему получается они снизу и сверху ну вот и слово очень быстро их не становится на вражеской базе и остается лишь фея которая к слову будет уходить на свой респ а вот фристайл и будет забирать ддшку на вражеской базе снизу также забирает аптечку и может доставить некие неприятности команде противников но все равно быстро его и вместе с сильвер шарком отправляют на респе вот фея сейчас нужно максимально воспользоваться этой дашкой но тенейджер все понимает и начинает по ней настреливать пока что все хорошо именно для синих не учитывая того что они проигрывают в один флаг да и есть кстати вот сейчас перс да в про перс интер разобрался с берегами единственно на аптеку он не доживет аптеке просто на пистане тут же force серому получил урон отлично там прострел и кажется от кредита получился арабский будет летать на флаг напомню его уже заметили да про как минимум сейчас можно дать рельсу сбоку нет тот в стенку вообще воткнул это рельсу арабский не минуснулся каким чудным образом тинейджер выжил и они тащат флаг ты смотри у нас отматывают флажки ребята из элевата не хотят делиться сейчас хорошая позиция у них дэшный эфир он погиб а фристайл вот чувствуется ребят сразу летать ну geforce сразу всех одной рельсу этой положил на лопатки кредит может сейчас тренировать под элиту отлично двойной прострел ну как говорится рельса бы было не тебя всех разложили аварабского единственного шанса кода защищать респица дэлита geforce эти сзади вот эта проблема для ребят их сзади расстреливают это точно должна быть доставка ну тинейджер респица может еще успеет вернуть или нет 22 но не эту подождите-ка ну должны уже ставить все сбивает прицел ну до сих пор расстреливают берите на 1 остается доставит нет ну что за бесконечный подъем ребята вы должны еще вернуть попробовать то есть я думаю это может продолжать продолжаться вечность и все равно да этот этот арест нужен был ребятам прямо на флаг стоке через тень уже никак не слить доли секунды не помогут именно этого респа ждали ребята и сейчас счет становится 2-0 неужели все-таки стороны решают на этой карте этот кустик который все-таки как-то влияет наверно на игру хотя на самом деле не факт что это от стороны зависит возможно просто игроки как то переосмыслили свою игру и сейчас пытаются немножко по-другому отыгрывать я думаю все-таки глобалцы более-менее расслабились после предыдущего раунда они поняли что как-то почувствовали какую-то доминацию над своими противниками но вот как раз таки противоположная команда получила дополнительную мотивацию в следующем раунде сыграть сильнее сейчас действительно показывают очень хорошую крепкую игру но все конечно может поменяться потому что 4 минуты остается до конца есть к слову сейчас у вас от глобал сови пока что очень хороший у вас правда с противоположной стороны также есть заход в два игрока и скорее всего вот так же произойдет с этой стороны пока что у них все хорошо так сабланка держит флажочек на фея выдает прострел им нужен этот флаг обязательно чтобы они поставили минимально там хотят они выживать но к сабланке проблемы креста будет подхватывать флажок ддшный перес он заходит севера слили но сзади арабский респица ох персона его заметил ддшка спала верху просто никого кроме персона то и нету если персона сорвут то будет долгий возврат ну дэлиту выдайте рельсу успевает подхватывать арабский и там еще до вкру влетает но там большой заход конечно должны возвращать не попадают по арабскому и мортал вернет не вернул ой вернет подхватит подхватывает и пытается отвести персона 5 начинает свою траекторию много рельс надо давать фея сбоку будет мешать персона таки сливает но там снизу прям врываются и сейчас кредит под угрозой посмотри фея будет сзади сильвер возвращает флажок и персона должен сильверу еще выдавать рельсу я думаю должны справиться про стрел по тинейджеру персона сбоку арабский и арабский смотри его не видели по моему или фристайл все таки фристайл фристайл смотри действительно его заметил но сейчас арабскому можно было бы просто попробовать оттащить максимально флаг что в принципе он и сделал его то и мортал уже будет пытаться на двойном дропе конечно же на две рельсы отвозить этот флаг но здесь три игрока которые могут по нему очень неплохой фокус выдать нужно очень очень аккуратно отыгрывать и скорее всего все равно персон вернет правда по фристайлу было бы неплохо выдать рельсу но нет доставка происходит счет становится 2 1 к слову до конца осталось еще две с половиной минуты поэтому все может поменяться еще рано хранить глобусов 2 2 1 это много конечно сказано хотя бы хотя бы флажок привезли это шансы для того чтобы сравнять тинейджер будет уже врываться фея только главное слить и можно оттаскивать отлично иммортал не попадает кредит это больная риса к тинейджеру нужно вниз уже спрыгнуть не сбивать вниз флажок в опасном месте находится петли кредит подхватить нужно вниз прыгнуть ох рельсу иммортал таки не выдал кассабланка дают рельсу отлично кредит может спокойно подниматься наверх надо встреча и форса контролит кстати да но тут долго нельзя ждать придется по-любому подвигаться вверх нет на самом деле все правильно сделал кредит дождался главная фристайла который уже на метре сможет увести данный флаг правда погибает он в итоге сейчас уже форса который к слову забирает аптечку сверху есть неплохие шансы на возврат и до возврат происходит это сто процентов вот а вот с противоположной стороны есть небольшой воз но в итоге кредит я думаю его прекратит и person пользуясь случаем на одну рельсу не требует также вывозить вражеский флаг неужели его не заметили хорошо отъехал посмотри неплохую рельсу 50 секунд на возврат но есть кассабланка за тобой должок geforce на одну кстати находятся тинейджер кстати не слил не попадая кассабланка но кассабланка должна все равно возвращать осталось только silver shark слить не попадают silver shark слить 40 секунд есть тинейджер кто же кто же нас доставит фристайл или фи все-таки рельсу заветную даст по арабскому может рельсу кто-то даст ребятушки дорогие вы мои фи даже не ездит за флажком понимаешь что надо сливать их там большой заход ой-ёй-ёй-ёй под а то двойную становится арабский кто им дайте уже по арабскому-то еще silver shark но они сами себя подставляют я не знаю 21 секунд их просто могут постоянно претензии как стали ребята из элевата они они стоят как бы т.д. а тем надо ехать бесконечно чтобы успеть это не но нет тут уже все поздравляем собственно поздравляем их действительно отыграли очень даже неплохо достойным сейчас будем смотреть игру дальше потому что счет становится 11 уже действительно появляется некая интрига и будет за всем этим наблюдать гораздо интереснее вот и антон все-таки думаешь вот у кого сейчас получится победить думаешь сторона действительно зарешает или собрались просто элевата за прошлые игру вообще разом они смотрели на свои коробки на свои респы то есть ездили и стреляли не хаотично у них в респах гасили это был фристайл там и так далее игроки в общем команды глобалс за эти в этот раз в эти блицы три сетки а что я давно такого не делал обычно по одной сетке у нас было вот в этот раз у нас вот даже даже на три сетки на собиралась тебя но я тоже рад да это это много на самом деле много людей и в итоге просто команды будут пытаться контролировать свой дроп но мне кажется все таки на этот раз как-то вот синяя команда более хорошо почувствовала свою игру и вот сейчас я думаю все таки вот вот эти увозы которые были от фристайла через центр они уже не будут получаться потому что все таки они уже более хорошо попадает более хорошо смотрят за карты как-то пропало у них это разочарование которое мы видели в первом раунде и думаю фристайл возможно слишком в какой-то момент может поверить в себя попытаться увести но в итоге я думаю нему просто не дадут это сделать потому что тут уже сразу на него вовремя посмотрит прорвет информации думаю вскоре он отправится на свою базу ну я думаю они действительно собрались и сейчас уже вот такие увозы которые мы через центр наблюдали в первом раунде не получится сделать мне вот так вот кажется ну в любом случае ну в любом случае я с тобой соглашусь ну тем не менее у нас эти замены не было не тащили по бывшим составом который был до этого на карте и мордал то и остался на карте он и тащили в конце битвы есть у нас делит и и вот в этот раз посмотрим по заменам замен я не вижу обе команды играют прежними составом это третий раунд собственно 4 тоже будет раунда ребята выбираются медленно финал лицов медленная размена кстати коробки двойные начинают уже падать есть у нас по ней 3 и фристайл залетает прострелил он там арабского в углу персона внизу и вот эти персона уже на ней 3 а ребята то издали вата уже куда пили трону флаг ну вот здесь однозначно будет от красной команды максимумы здесь фристайла убьют но здесь уже есть персон который к слову тоже может отправиться на рейс сам к слову хорошее сбитие посмотри но все равно видишь что я говорил фокус уже намного лучше теперь с противоположной стороны карты уже пролетают рельсы в деф и это действительно хорошо пока что воза никакого нету не увидели мы на этот раз у вас за первые 30 секунд как в первом раунде на этот раз все хорошо правда есть фристайл который заберет дэшку главное что не отдал на джефорсу ее и в итоге поплатился и пошел на респ к слову есть мод который будет как-то падать в итоге отправляется на свою базу и есть двойной дроп у глобал сам на респах все-таки посмотрим кто его заберет и главное им хорошо воспользоваться ну а 7 в свою очередь нужно двойную броню это будет конечная не успел прокачки член селер шарк но зато пострел вала роман арабскому сбил и флаг внизу все равно остался и перса может успеть может подхватить только по сели врата надо будет нет фея его там точно час ночной слил на респы нет глобалсы конечно интересно играют забрали двойную дроп у противников и в итоге их дроп лежал наверное минуту может быть полторы на их базе и в итоге забрал вражеский васпик их дроп но это вообще максимально странно ладно забудем про этот момент теперь моц будет заходить на вражескую базу и вместе с димой происходит вот такой небольшой размен и думаю у вас сейчас может получиться потому что респов пока что на флагштоке противников я не вижу и у вас на свою водокачку происходит главное теперь чтобы были хорошие респы чтобы они аккуратно от преграды за преграду могли ехать на свой флагшток пока что просто все замечательно еще и сторону левую они отжали это значит что синим очень трудно будет фокусить данного игрока и пока что рано говорит насчет доставки но скорее всего все клоняться именно к этому фи дает прострел приставить через к вы персом там есть они заняли все ты выфи и вниз падает ну зачем ты туда поехал просто минуснулся крабиков тебе чуть-чуть в пачку и иммортал тут есть иммортал даст рельсу нет не дает джефорс уже слит и фристайл тянет сильвершарк может решить победу на ему тут же или рельсу доставки персон еще один флаг отходит боже мой да уже уже вторую флаг они везут как-то очень все быстро все таки даст что то есть в этой стороне что-то в ней есть интересное согласен это странно это окружает эту сторону джефорс будет подбирать флажок и или нет зачем он палится двери лисы мы давали приставил кассабланка оба промахнулись в вашингтон снизу есть и выжидают и персон все равно глупить наверное до персону сбивая не сбивая все равно попадет парень пряне под арабского скинули флаг лучше бы делали паровозик паровозик дима не кори щитки сливает флагонос свернет ну ладно в любом случае я просто должен это сказать потому что до конца осталось шесть с половиной минут и действительно это еще не конечно для сильной команды и вот еще есть моц я думаю все таки не смогут его отфокусить правда пока что не очень то получается у него еще на обратном пути есть аптечка и еда у нее без проблем заберет и решает даже не отвлекаться на нее и просто решил он продолжить свой путь я пока что вообще по нему просто никто не попал я даже к нему вот сейчас приближусь и я не вижу рельс вообще не вижу рельс я понимаю конечно красный сейчас отжали а респы противоположные команды но все равно рельсы наверное 2 максимум пролетела по нему за все это время ну это вообще странно он просто считаете сделал ну вот такой почти круг по всей базе еще и вот вверх происходит и здесь пока что снова начинают сыпаться синяя команда но пока что все плохо для них даже возврат не смог произвести до лет поэтому все очень плащебно в данный момент и это только половина раунда прошла да у нас продолжение есть персон тут на дэшке уже стоит на балкончике как раз таки дима ниткович уже тащит флажок и отвезет скорее всего там и не дает прострел один день попадания арабский сливает кассабланка контроль центр еще пропирал могут дать вверху игроки просто заканчиваются но я бы сказал так их расстреливают но они рано или поздно довезут если никто просто не поедет туда дэлита выдвигается моментально нужно стрелять момент когда ты едешь моца сливают вот наконец-то они поехали неплохой момент поедут и дальше проедут ли главное дэлиту нельзя подставляться он последняя надежда командой прострел нужно давать еще кому-то получает он все-таки рельсу зря наверно это делал короче будет доставка чувствую от персона не уйти персона не прощает но смотри доставка все равно не произошла еще доставка действительно не произошла там есть очень много игроков правда арабский зачем-то забирает дашку и его это же отправили домой silver shark персон до сих пор живет им нужно выдавать на флажок по ментально по персону выживать кассабланка галидирует и доставка 3-0 вашингтон доски еще ай-яй-яй ну да это похоже все это уже очень похоже на конечную действительно прям посыпались на соли вейты и ну это все это конечно я так считаю времени очень мало но ладно есть все равно для них хорошая новость потому что следующий раунд они будут играть за красную сторону поэтому за красную сторону возможно они смогут себя вновь проявить и а даже переиграть глобалсов как они это сделали в предыдущем раунде посмотрим но пока что все прям очень плохо для них еще хуже чем в первом раунде потому что еще осталось три с половиной минуты а счет уже становится 3-0 но это никуда не годится не вот даже можно было посмотреть на один момент у них наверняка сейчас какой-то беспорядок в конференции потому что я видел как они забирали двойной дроп в итоге один человек забрал не true второй человек забрал дошку полный беспорядок и пока что ну очень трудно им будет реабилитироваться сейчас хорошие леса по иммортал проходит к слову так иммортал там выживает и посмотри иммортал выживает какую рельсу дает иммортал ты смотри двойную касабланка там и вашингтон он сливает до сих пор жив но фристайл защищает касабланку посмотри нужно подбирать или то он мы не будем об этом говорить и вот эти персы начинали не требован всегда в нужном месте персона так же форс им теме на водокачке или вашингтона слить или все-таки мостом за решает еще бывает он вниз опасная рельса и персон учиться просто дайте персона пару рельс такую загасить и вот если он не могут попасть даже вот это быстро парень для форсу таки быстрее дают рельсу мод сзади и тут 6 рельс надо глупить чтобы их разобрать три уже зашло мод еще две должны вытерпеть отличные 2 рельс это рабского или иммортала флаг опять возле флагшток но это все равно ничего не решает на это ничего не решает ну глобусы прям вообще беспощадно на секунду не отпускают своих противников просто до последнего до последнего давит хотят просто максимальное количество флагов здесь вести просто ненасытные хотят прям максимальный разгром и строить ну молодцы на в любом случае победа уже за ними сабланка здесь на флагштоке стоит не на флагштоке извиняюсь на как раз таки на водокачки синие базы полторы минут до конца и вот мы видим еще двойные дропа у нас падают у ребят и есть уже конечно бессмысленно говорить и какой-то кого-то и ваш этом раунде будем принять за следующим раундом ну и возможно пенальти при могут здесь произойти здесь все-таки ребят не ночки играют выход финал пристава подхватит и повезет повезет ли довезет и довезет и все-таки сильвершок салют сливают смотри ну вот внизу и ему опасно вообще подохватить его арабский игрок так да антон я с тобой согласен здесь просто непонятно что происходит если честно конечно сейчас вот две дэшки есть в исполнении синяя команда но все равно вряд ли это чем-то закончится даже если они они один флаг вывезут что это вообще ничего здесь решать не будет это до конца оказывает остается 30 секунд и это уже сто процентов что даже одной доставки здесь не будет так у нас есть продолжение а нет арабский хочет тех паузу взять пять минут и нужно собраться с мыслями и понять как играть дальше возможно счет пока что 21 у нас по раундам мы ждем ребят возможно тех паузу у нас все-таки здесь будет да но все-таки буду верить буду я верить в эту команду давайте все-таки может быть получится как никак сильная сторона как мы поняли уже она здесь решает и возможно все таки сейчас у них получится выйти на пенальти ну а там уже все решится я надеюсь потому что бывают моменты когда нам приходится смотреть на обыкновенных в лицах по 8 раундов а то и больше все таки я думаю что сегодня все намного быстрее разрешится да ну вот этот раунд знаешь как-то был хаотичный для ребят из левата они с большим счетом даже проиграли чем первый раунд пугает вот другой стороны может быть синяя страна для них более сложной сейчас мы посмотрим за красным как они нормально сыграют ну посмотрим в любом случае различия между сторонами вообще небольшое карта почти симметрично там по моему различие буквально в один кустик который именно в отличном итоге решает мы же видим как они играют то есть ты же не подборки мы видим как они тут игра я с тобой согласен абсолютно мы видим ну что уж будем наблюдать конечно но все таки мне почему-то кажется что глобалса смогут взять этот этот раунд потому что но в предыдущем раунде прям ну огромный был разрыв наверное они еще больше начали доминировать над своими противниками чем в первом раунде ну прям ну это было очень сильно прям до последнего они не отпускали я думаю мотивацию они не потеряли в этом раунде не понимают что он может быть решающим поэтому я все-таки думаю что сейчас они смогут держать победу ну а там все все равно посмотрим смотри уже есть фея которая на нетре врывается немножко конечно мешает ей стеночка но в любом случае очень неплохо она вражеского врага обманывает своего и вот на нетре уже будет пытаться выдвигаться но опять стенка и воз никакой не происходит да как хотя он если что и вот у нас есть персом персом тут кстати с ддшка своей его пока не сливают джефорс на двойной нет тут же его разобрали не дают двойной на усилие возможно заберет и софия его сольет поздновато прожимается у нас дроп и коса бланки оставили броню ты посмотри как просто расчистили весь подъем она забрала в двойной коробке мод с тем временем пролетает тоже на двойник и не труд забирать зачем оставил бы своим на следующий из коса блока будет подбирать двойной прострел подбили то и есть отвоз подмотца не трога оставляют будем разбирать или нет сейчас мы увидим силе шарму нету дропа вообще вы ребят из или брать и потому что поэтому глобал с должен отвозить хотя хотя и дима нет кое-что будут надежки поэтому сильвер шарка скорее всего не сможет вернуть флаг ну да дают по фристайлу посмотри прорвались они 808 15 у нас есть другой страны залетает на касабланка видно должна слить если вертушку она знает как делать успевать нет кович и сливает 0 8 просто нереально вашингтон нам сливает нет ковича до вашингтон сливу а перс нас живет на водокачки это конечно конечная а возможно и нет до сих пор живет только на одну страдает сейчас перемене морков залетает с ямы приставила сливают и важен тонну зачем так быстро пролетает не знаю можно было помедленнее чуть-чуть ну восьмой есть может восьмой зарешает час пока что все тяжко но в любом случае сейчас красная команда прям очень сильно давит своих противникам есть сильвер шар который забирает дтшку на вражеской базе также включает не труп правда промахивается дима в итоге его будет уничтожать и пока что еще синяя сторона будет синие игроки будут очень сильно давить на левую сторону и доставка неужели произойдет до доставка есть дима получил всего лишь одну рельсу и счет становится 1 0 в пользу глобасов я напоминаю что играют они не за самую сильную сторону ехать они будут или нет мы сейчас это конечно увидим джи форс уже кстати на респе но двойные сбивать оба фристайл отправление его на респе эти двойные восьмое нас тут находится в полу таком неадекватном состоянии минусе точнее или просто на респах сильвер кстати забрал двойный и вот он может организовать атаку главной помощи организовать персоному не даст сделать до аптечки вряд ли сервер доживет персоны у вас по-то конечно единое целое до сих пор кстати у нас жива водокачка и них рисков смотрим там находится на сыгрок на персонах ты смотри только прописано говорил он уже на респе был почти никто не сливал и только на восьмое отправил домой пока что все спокойно ну надо отдать должное синим игрокам они действительно ну прям очень хорошо сейчас отыгрывают прям несмотря на то что они играют там за синюю сторону все такое не прям давят своих противников вот еще один увоз будет дима конечно падает в минус это очень печально или это не минус что это было и мне непонятно но в любом случае здесь есть мод который подхватит данный флаг и также аптечка здесь есть возможно он поднимется за них решает все-таки этого не делать и дима все-таки подберет данную аптечку также подберет флаг и я думаю все таки у вас получится правда отдохнуть перстанкать его не трогает он пока разбирается с большим заходом из пяти танков лево персона кстати должны слить нет не солью там слили сервера ли кто там был не с вашим планом месте на пару надо подобрать флажок разок да и не спешить хорошо сильвера сбивает рельсу персон продолжение у нас есть эпопеи сливать до конца он просто севера перстана сливает и иммортала там слил дима хорошо двойной и наверное здесь надо оставлять вернул там отлично проскочил моц ну да я с тобой согласен вот person подбирает свой двойной дроп сейчас будет он на нем мчаться на свою базу остается буквально на две рельсы хороший фокус но все равно дима подбирая данный флаг и доставка есть счет становится 20 до конца остается ровно половина возможно что-то еще можно поменять но будет очень тяжко потому что глобалцы прям набрали форму максимально и я не знаю что нужно сделать чтобы их перестрелять нужно просто как-то включать мозги слушать максимальная конференцию что когда говорят плох уходит нужно понимать что нужно развернуться и выдать рельсу в ту сторону сожалению этого не хватает не всегда да мы это наблюдаем конечно есть люди но было я думаю фокус можно и получше тари сделать но в любом случае счет пока что 20 прям не щадят их глобалцы и капабланка будет также пытаться вывозить он на нетре пока что по нему фокус не проходит нет обманываю очень хорошо 2015 попал по нему и ввоза третьего флага пока что нет на вашем конкурсе стоит у нас а вы респе контролят здесь проезд и морков сутки получает на верхнюю аптечку может не успеть уже скорее всего но 8 заберет есть и рельса 1 ты mortal уворачивается кстати и нет зато он селил галита важен кто у нас кого-то то задел 8 кстати на двойных вы перстан то его другой страны вообще поджидают рельсу под элиту 8 еще жив и заход сильвершар подбирает до свидания пока пока сильвершар до конца остается три с половиной минуты и синие прям ни на секунду не расслабляются дима будет стоять в дефе хорошие рельса не очень хорошие немножечко показалось мне и вот дима будет опять пытаться выдавать по сильвершарку будет конечно неплохая атака от красных и хороков пока что в два корпуса сейчас еще 0 восьмой возможно приедет но нет все равно в дефе оказывается капа бланка также дима будет пытаться блокировать сильвершарка и сейчас главное просто выдать одну рельсу и никакого ввоза не будет в отличие от противоположной стороны там моц уже абсолютно целый увез флаг остается на одну неплохой фокус от красной команды и сейчас нужно им просто и ехать на противоположную сторону и пытаться и вывозить их флаг но здесь респица вашингтон и это значит что пока что произойдет возврат возможно даже будет здесь доставка но пока что насчет этого нельзя точно сказать так у нас есть доставка скорее всего да вот поставить нет фристайл поставил флажок а собака на центре с ддш на к и стоит восьмой тут пытается дд забрать забирают и тут же домой отправляется есть двойные коробки у нас от ребят из глобал сав ну тем же леваты не могут похвастаться есть у нас кстати опять вашингтон занял эту я бы сказал чертовую чертовую колонку с водой до стоит здесь на водокачке и контроль все респы неудобно получается он до сих пор выжил залетают просто спокойно два васпика у нас дима и персон но в то же время шарка и респа нос этого верни ждали на одну всех оставил молодец хотя персон лица всегда аптечку найдет под нужный момент не сливают на одно остаются ребята и надо отвозить флажок пытаться вниз хотя спуститься и получится сделать молодцы нужно теперь только стрелять много внутри ноли уже честно за полтора минуты не отматываемый срок даже с уровнем ничьи поэтому давай назовем ключ в этом ключе у нас да назовем тем более что он уже был на параллельной трансляции там уже все закончилось и ключ сегодня у нас 88 3 3 88 33 так что вводите мы уже скоро будем разыгрывать а думаю повторим его еще максимум один раз так что времени у вас не так много телевизор шарк у нас будет врываться или нет персона кстати не сливают они как минимум да и вот отлично лично коса бланка или нет выживешь все-таки не выгнал в рельсу в ту направлельную мод будет врываться на нетре прям поклонники васпов смотрите на моста с персоном врываемся что-то или ваты вообще утихли у нас в атаку никак не могут дойти все отбиваются постоянно не выходит у них с атакой чем потренируется и будет лучший план есть есть подхват их бесконечный уже форс уже кстати на вода качки смогут ли его забить сейчас увидим ну да в любом случае есть куда расти тут я с тобой абсолютно согласен я вот особо таких вот известных игроков за красную команду не вижу во время как у глобал сов есть персон есть фристайл который играл во второй лиге во время эмоции думаю тоже он успел набраться какого-то опыта то есть действительно в клане у какой-то опыт уже игры присутствует в то время как я думаю все таки красная команда этого более-менее новички которые не так давно в киберспорте еще конечно же не успеют набраться опыта также успеют более хорошо научиться стрелять скажем так я попытался так сказать чтобы никого не обидеть просто хотел так сказать чтобы было куда расти так и поздравляем глобал сов и становится 31 вот так